В эфире новости Анапа-Регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Решение вопросов должно быть в ручном режиме. А у нас в квартире ГАЗ, а у вас? Ситуация с многомиллионными долгами за голубое топливо на личном контроле главы Анапы. Информация, естественно, является вымышленной, не несет в себе достоверных фактов. Без паники. Сообщения в соцсетях о похищении детей оказались фейком. Не сидеть дома, а пойти на любимой улице нашего города, пройтись. Жизнь после выхода на пенсию. В Анапе необычно отметили Международный день пожилых людей. Начнем с главного. В Анапу привезут сразу два вертолета Ми-8. Одну из машин установят в парке военной техники на Симферопольском шоссе, другую – в Витязево. На городском планированном совещании глава курорта Юрий Поляков поручил подготовить площадки под новые экспонаты. Также он потребовал системной работы над проблемными вопросами. Это касается незаконных строений, благоустройства, вплоть до составления специального графика их устранения. А началась рабочая неделя с награждений. Первый заместитель главы курорта Сергей Петров получает памятную медаль президента Российской Федерации за участие в подготовке 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сочи. Бывшему заместителю главы курорта Сергею Козлову объявили благодарность губернатора за участие в организации мероприятий Чемпионата мира по футболу. Не оцениваю вклад в Сочи, что вы внесли в это мероприятие, мы все это знаем. Поэтому вам здоровья и удачи, губернатор, отсыкниваю ваше заслужение. Я думаю, что это благодарность всему коллективу. Почему? Потому что все здесь участвовали в реализации этой программы в течение 4 лет. В том числе глава подключился к этому делу, потому что она и строительство, по сути дела, осуществлялось при его непосредственном участии. Также благодарности от главы региона получили заместитель начальника управления по делам молодежи Галина Пивень и руководитель Центра развития и оказания курортных услуг Александр Ходорченко. Приятно, что есть наши, которые приняли Анапске участие во всем этом и достойны, считаю, этих наград. Уже в ближайшее время в Анапе появится сразу два вертолета Ми-8. Один предполагается установить в парке военной техники на Симферопольском шоссе, другой – возле Дома культуры села Витязева. Просто у нас два вертолета одинаковых, нам смысл их ставить. Мы лучше вам отдадим вертолет, а танкетку поставим на музей. У нас даже с вами какое-то приложение, что для вас подать. Все устраивает. Это здание, судя по внешним признакам, гостиница, которая располагается на земле под частный жилой дом. Если так, то это нарушение правил землепользования. Еженедельно выявляются по несколько подобных объектов. Теперь Юрий Поляков поручил подходить к решению системно и работать на результат. Когда мы говорим, надо нам сделать это, 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 ну надо и что, в какой срок. Прошел срок, допустим, не сделали, не сделали по причине такой-то срок перенесен, чтобы все, каждое поручение имело срок и время его исполнения. Глава курорта обратил внимание на то, что завершается срок договоров на аренду земли под летние торговые точки. Все они должны быть убраны. Любая конструкция, которая остается, она стоит несанкционирована. Тогда заносите в черный список и на следующий год он не будет принимать участие. То есть все должно быть четко. Закончился договор, убрали. При этом Юрий Поляков потребовал, чтобы места, где располагались такие временные объекты, были приведены в первоначальный вид. В первую очередь это касается газонов. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. И отдельное поручение, которое дал глава Анапы во время планерного совещания. Возле санатория «Маяк» обосновалась шашлычная. Помимо постоянных жалоб на запахи и внешний вид сооружения, владелец точки еще и умудрился захватить часть муниципальной земли, где должен быть газон. Юрий Поляков дал указание площадку разобрать, газону вернуть первоначальный вид. Наша съемочная группа проконтролировала, как исполняются поручения главы. Мы договорились с вами, давайте посадим там или самшит, да, или что-то, кустики зеленые, давайте поставим вот такое ограждение, а небольшую бетонную площадку там, где не поломали, там выросла шашлычка, они разобрали опять свой забор, поставили шашлык и жарят там на всю катушку. Сегодня ремстрою пойти все вывезти и засыпать. Уже к обеду от забетонированной площадки, где до этого располагались столики для посетителей, не осталось и следа. Впрочем, шашлычника этот факт не смутил, как грязь и пыль, поднятая рабочими во время демонтажа. Здесь, как ни в чем не бывало, продолжили готовить и продавать еду. Оставлять все как есть муниципальные службы не собираются. Территория будет благоустроена, а судьбу шашлычной решит администрация. Думаю, ее не будет, потому что вот этот забор, это граница, разделяющая муниципальную территорию от санатория моей. Планируется здесь сделать декоративное ограждение и вот здесь, как видите, остатки от роз еще есть, привести ее в нормальное состояние. На место вытоптанного газона, где располагалась площадка, завезут чернозем. Агрономы подберут подходящие цветы и посеют траву. И еще одна информация, прозвучавшая в ходе совещания. В Анапе и Краснодарском крае в целом не зафиксировано ни одного случая похищения детей с целью трансплантации органов. Все сообщения, которые появлялись на эту тему в интернете, являются провокацией. Их цель – посеять панику. В социальных сетях, различных мессенджерах распространяется текст аудиоинформации о фактах похищения детей, либо их похищения в целях трансплантации органов. Информация, естественно, является вымышленной, не несет в себе достоверных фактов ни одного случая не только по Анапскому району, но и в крае не зарегистрировано. Поэтому не надо распространять данные сообщения, поддаваться панике. За минувшие две недели задолженность за газ теплоснабжающих организаций сократилась примерно на четверть. Ситуация находится под личным контролем главы муниципалитета. Он поручил продолжать работу в ручном режиме. Вопрос расчетов с газовиками в крае сегодня стоит достаточно остро. С муниципалитетами его обсуждали в режиме селектора. В основе, конечно, дисциплина. Дисциплина на всех уровнях, в том числе и, понятно, дисциплина плательщиков. То есть ты не платишь, а получаешь. По различным причинам, конечно, надо отвечать. И здесь я полностью нацельник до стола. А если платишь и отвечаешь, то ты на самом деле считаешь, что люди здесь правы. На сегодня общая задолженность организации перед газовиками порядка 40 миллионов рублей. При этом суммарный долг жителей около 80 миллионов рублей. Из них 3,5 миллиона приходится на два пятиэтажных дома в хуторе Воскресенский. Там ограничили подачу газа в местную котельную. Самый крупный поставщик тепла в Анапе – компания «Теплоэнерго». В настоящий момент один из потребителей отказывается признавать миллионные долги. Идут судебные разбирательства. Чтобы оплатить счета в компании, взяли кредит 15 миллионов рублей. И еще 10 миллионов рублей. Переведут на счета газовиков в ближайшие две недели. Решение вопросов должно быть в ручном режиме. И на контроле и одержать максимально я готов помогать «Теплоэнерго» по тому нерадивому предпринимателю или директора компании, как его назвать, который не платит «Теплоэнерго». Если бы он рассчитался с «Теплоэнерго», наверное, бы сумма у нас была снижена. Ну, по крайней мере, я губернатору докладывал, он об этом знает. То есть нам все готовы помогать. И к другим темам. Епископ Новороссийский Геленджикский Феогнос совершил чин великого освящения храма преподобного Серафима Саровского. Строительство комплекса завершено спустя 10 лет. Первое богослужение здесь провели в конце 2014 года. С тех пор прихожане говорят об особой атмосфере в приходе. Церковные награды и благодарности получают те, кто принимал активное участие в строительстве. Однако всех, кто так или иначе приложил руку, не перечислить. Храм строили в буквальном смысле всем миром. Сегодня, конечно, значимый праздник. Это освящение этого прекрасного храма. Храма необычного. Действительно, храма очень художественно оформленного. И по своей архитектуре, и по росписи, и по внутреннему убранству. Он необычен. То есть, вот такой стилизованный, такой в одном стиле выдержанный храм, как украшение. Украшение не только города, но и всей Новороссийской епархии. На входе собирают использованные батарейки, чтобы сдать на утилизацию. Здесь берут на вооружение все, что может сделать мир немного лучше. Она поразвивается. Строятся не только жилые комплексы, не только здравницы, отели, но и социальные объекты. Растут храмы, часовни. И это очень важно. Возрождается духовность. От имени главы муниципального образования города-курорт Анапа Юрия Федоровича Полякова, от имени всех ханапчан хочу поблагодарить владыку Феогноста за то постоянное внимание, которое он уделяет нашему городу, а также за его частые архипастерские визиты. Строительство здесь началось в 2005 году. Первое богослужение провели на Рождество 2014-го. За три года пол изрядно поистерся. Это значит, что храм не пустует. Анна Кожухова, экономист, мать пятерых детей, прихожанка храма с первого дня. Это родной наш храм, родной приход. И знаете, такое ощущение, как будто ему не три года, а ему гораздо больше. На моленных местах, да, тоже чувствуешь себя так. Например, в Троице-Сергиевской лавре я очень люблю туда приезжать, бывать, но у меня тоже есть такое же ощущение. Во дворе сам преподобный Серафим Саровский с книгой. На просьбы и доброе слово здесь возлагают надежд больше, чем на строгие уставы. Фактически одна из приходских традиций, которые сложились за три года и которые настоятель намерен развивать. Для меня это день, ну, счастливый день в моей жизни, веха моей жизни, определенная веха. Даже если меня Господь завтра призовет, то я считаю, что я что-то сделал в этой жизни для Бога, для церкви, для людей. При этом отец Александр вспоминает одну из фраз, услышанную от другого священника еще в детстве. В храме обязательно должно быть что-то недоделано. Это скорее означает то, что предела для совершенствования нет. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Сегодня мы отмечаем Международный день пожилых людей. Подарки для людей преклонного возраста приготовили учащиеся гимназии «Росток». Ежегодная акция «След доброты» проходит в этой школе вот уже 20 лет. Сотрудничая с Центром социальной защиты населения, гимназисты передают пенсионерам продукты питания, одежду, предметы первой необходимости и просто подарки, сделанные своими руками. На торжественной линейке подарочные наборы были переданы сотрудникам Центра социального обслуживания. У всех гимназистов есть любимые бабушки и дедушки. Как говорят сами школьники, они нуждаются в особой заботе и внимании. 350 учеников и 80 сотрудников школы. Все они приняли участие в ежегодной акции, посвященной Дню пожилого человека. Каждый день пожилого человека. Я всегда все-таки думаю о них, всегда дарю этот день именно им. Потому что действительно важно заботиться о пожилом человеке, действительно важно уважать их. Потому что все мы когда-нибудь будем такими же. И нам было бы безумно приятно также наблюдать наше поколение, которое будет уважать, именно помогать даже больше. Потому что уважать – это такое слово, о котором все знают, но о котором никто не пользуется. А правильно именно действовать. Действием поздравления подкрепили все гимназисты. Вместе с родителями и учителями они собрали 55 подарочных наборов. В них входят одежда, продукты питания, предметы первой необходимости, а также приятные сюрпризы. Это не только продуктовые наборы, но это прежде всего частичка сердца каждого ребенка. Потому что дети своими руками изготавливают открытки. Открытки каждый год мы делаем разные. Они креативные и они адресные. Настолько трогательно, когда вот после того, как люди получают эти подарки, звонят нам на телефон и со слезами на глазах благодарят. И говорят, что особенно рады они были именно этим открыткам. Потому что там чувствовалось тепло и забота о них, чего им так часто не хватает. Сейчас эти наборы поедут в участковые больницы станицы Гастагаевской, села Юровки и поселка Виноградного. Там на социальных койках в данный момент, в такой день, находятся граждане пожилого возраста, инвалиды. Это далеко не все сюрпризы, подготовленные школьниками. Гимназисты готовят театрализованную пьесу, которую представят своим бабушкам и дедушкам на празднике. В течение 10 дней Центр социального обслуживания населения совместно с Управлением здравоохранения и культуры проведут заседание клуба «Вдохновение», организуют компьютерные турниры и лично поздравят всех пожилых людей города-курорта. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Жизнь после выхода на пенсию только начинается. Так считают волонтеры серебряного возраста. Активный отдых, лучший досуг, полезный для здоровья, решили они и организовали сами себе праздник. Участники акции «10 тысяч шагов» прошли более 6 километров и посетили памятные места Анапы. Тамара Алексеевна возраст не скрывает. В свои 74 года она в качестве волонтера участвовала практически во всех значимых спортивных мероприятиях, которые проходили в России. Помимо этого она активно занимается и общественной деятельностью. Я по жизни все время продвигалась в общественной жизни. Комсомол, секретарь комсомольской организации. Мне не безразличен наш город. Мне интересно побывать на этих местах воинской славы. Почему? Потому что это наша история. Экскурсия по достопримечательностям Анапы – познавательное дополнение маршрута. 80 пенсионеров прошли более 6 километров, посетив стеллу города воинской славы, русские ворота, сквер Гудовича и другие памятные места. Эта идея родилась еще 3 года назад, когда мы захотели сломать этот стереотип пожилого человека. Потому что в нашей организации люди не только молодые души, но еще и в хорошей активной физической форме. Мы занимаемся волонтерством, а соответственно нам нужно быть подготовлены к этому. Поэтому именно День пожилого человека провести активно, не сидеть дома, а пойти на любимые улицы нашего города, пройти. Волонтеров серебряного возраста поддержали сотрудники Центра профилактики здоровья 21 век, а также органы ТОС. По словам организаторов, с каждым годом акция набирает популярность, количество добровольцев растет. Этим летом они блестяще проявили себя в организации Чемпионата мира по футболу. В следующем году в Красноярске пройдет Всемирная зимняя универсиада. Анапские волонтеры уже подали заявки на помощь в ее проведении. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь» Анапа-Самбурово-254. Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова